друзья всем доброе утро через пару-тройку дней грянут серьезные морозы первый раз мы будем переживать в теплом доме за мороза больше 20 градусов а я пока не понимаю готов мой дом не готов и сегодня видео будет про то как я готовлю дом серьезным заморозком ну а вас познакомлю с тем что у меня будет происходить всего две недели тут небо все замело вообще все по-другому выглядеть а он ребята это о чем меня предупреждали опытные газоводы ведах сосульки заразы все-таки намерзают хотя уклончик есть все как положено но зато нет на козырьке ничего что радует за те две недели которых меня здесь не было баня не развалилась буду ли я сегодня и заниматься пока не знаю да и честно говоря у меня сегодня другая цель мне нужно подготовить дом к новому году ну во первых я хочу смонтировать здесь вот красивую новогоднюю гирлянду во вторых мне нужно разобраться с отоплением потому что датчик который я поставил в котельной ну как-то не очень он меня радует когда он показывает что в доме 25 градусов потому что в котельной 25 во всех остальных комнатах 19 20 а то ли еще будет в мороз ребята но как-то это не по-взрослому что ли и были который раз собираюсь сделать сюда пластиковую бутылку вот до чего доводит лень все замерзла но я этот момент предусмотрел что раньше люди без таких горелок делали меня с прошлых выходных ребят беспокоит один вопрос что здесь случилось с моей картошкой морковка и свекла судя по изморозди который я вижу этих ведрах морозить ее схватил сейчас все это отнесу в дом разойдется да друзья деревня она на то деревне и есть что я еще пять минут назад был убежден что я сейчас пообедаю и пойдут дальше продолжать заниматься со станком но не тут то было пипец как говорится подкрался незаметно начал мыть руки а вода то льется мимо они в канализацию я решил что у меня полностью все промерзло уже запаниковал думаю блин чё делать как же новый год который мы тут собираемся отмечать вот здесь вот где у меня сделать стояк кухонный вот он доходит вот сюда до фундамента и вот так вот под домом идет 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 вот здесь вот он соединяется вот в этом месте со стояком уже основным канализационным который через оба этажа идет и уходит уже туда но если этот стояк и вот эта труба это 160 то вот здесь его на всего 90 я думаю что именно вот этот кусочек у меня и замерз у меня тут есть старый телевизионный кабель попробую я его использовать как канализационный трос чтобы протолкнуть ту ледышку которая там образовалась не знаю получится не получится спасибо хотя бы на том что вот там вот в ванной комнате вроде бы все сливается я даже не знаю пока идет во что-то уперся во что он там уперся сделаю еще одну попытку покорить ледяную пещеру надо резь под дом несколько недель назад ребята когда заделал вот этот вот лючок думал что до весны мне точно не придется туда лезть а нет придется заметает а вон на наши канализации все понятно она вот здесь вот провисла и вниз если я сейчас начну паяльные лампы жечь нету все расплавлю в чертовой матери смотрите и опять вверх ну конечно так канализация не будет работать осталось только еще раз передать привет моему прорабу ивану который как прораб может быть было неплохой но все что я ему поручал делать как строителю кругом одна халтура ребята вот такая вот правда жизни как говорится кого-то там от дрючить это мы всегда мустаки а вот чтоб самому сделать как следует блин не тут то было поработав немножко газовой горелкой деревянным домом я решил передать привет пожарной службе от ленинского района тульской области и свалить отсюда как можно скорее с этой газовой штукой ребята уж она уже накалилась до красна вот я понимаю что я вот вот так вот точно ничего не сделаю поэтому самое время садиться за руль моего автомобиля и ехать строительный магазин загреющим кабель ну хоть заодно удостоверился что у меня под дому в принципе все сухо более-менее нормально спящих ежиков у меня тут нет и поведение тоже нет не охотно ехать но прошло и двух часов как я вот вы видите привез букет вот таких вот палочек пока их откладываем в сторонку и комплект греющего кабеля вилка ремкомплект и вот 4 метра вот такого наружного греющего кабеля я купил благо что вот здесь есть подробная инструкция поэтому я надеюсь что я ничего не перепутаю как все стало очень удобненько смотреть все прям до картиночки расписано я правильно сделал что не стал переплачивать за комплект потому что 4 метровый комплект стоил ну что-то там 3800 а так мне вот эта вся байда обошлась 2000 рублей вполне приемлемо за спасение дома я думаю что это очень хорошая цена не очень вам интересно будет смотреть как я все это буду колдовать молдовать вот когда уже все сделаю тогда вам покажу готовы уже собранный набор который мы вместе с вами полезем под дом устанавливать и сделать нам это надо обязательно сегодня потому что ночью будет мороз а завтра так вообще уже будет похолодание если я сегодня эту канализационную трубу не успею разморозить вы ребята чё-то меня подсказывает будет плохо я сегодня кстати объехал три строительных магазина пока не нашел греющий кабель короче ребята куча потраченных нервов и времени вот работа с этими хинти клюшками ничем и не получилось в итоге будут действовать забыл как эти штуки называются но очень уж они удобно и есть все вот все теперь железо бетонно она никуда не денется сейчас я подумаю как ее ну думаю хватит как ее лучше закрепить я буду крепить вот таким вот армированным скотчем что полезем под дом хоть уже и темнеет а куда деваться что ж друзья погружению готов уверен что качество картинки так себе потому что фонарь налобный ну к сожалению уже настала ночь пока я провозился ну и точнее темнота как я уже говорил ребята завтра откладывать нельзя завтра у нас начинается заморозки приличные если я сейчас это не сделал завтра и катает это все блин ну ладно я лошара ну как строители могли такой допустить и до сих пор не вдомек такой провис придется сейчас все резать ну ладно где наш не пропадал как говорится когда я был магазине мне почему-то казалось что четыре метра это дофига вообще этого кабеля когда я залез сюда я понимаю что это вообще ни о чем так так не пойдет надо полностью эту штуку снимать и скотчем в круговую обмотать желательно мотать снизу кажись все ребята тяжело далась от работенка мокрый но но теперь посмотрим какой будет результат пойдем подключать вилку включать на обогрев и ждать когда водичка лежит неужели главное ребята что теперь ничего не расплавился не сгорела тяжелый выдался денек надеюсь что не зря вся наша канализация скоро то вообще конечно такие и нельзя заканчивать просто так взять собрать инструменты пойти домой и пойду к разведу костерок и сделал себе на ужин шашлык вот это будет хорошее окончание вечер вот даже не буду ничего убирать просто пойду и разведу костер и 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 хорошее окончание сегодняшнего дня я конечно же гирлянду обещал повесить нужно узнать но ребята шашлычок удался на славу можно это считать предновогодней репетиции как на кавказе скорый новый год а это значит пора вешать гирлянды я давно уже смотрю на другие дома как они красивые заботливо украшают и каждый раз мечтал думаю вот будет у меня свой дом хороший обязательно сделаю то же самое ну и вот оно ребята время наступило китайцы как всегда малость подманули может кто-то есть 12 метров провода но вот такого вот скрученного но длины гирлянды 12 метров точно нет ребят тогда у меня бы хватило всю веранду обтянуть еще даже осталось но вот что меня в этой конструкции радует то что есть вот такой вот концевик который можно открутить и сюда присоединить еще одну гирляндочку сегодня абсолютно точно я уже не буду заниматься никакой баней не хочу во первых холодно на улице во вторых все таки у меня основная тема сегодня другая подготовить дом к сильным морозом и к новому году сегодня кстати уже подмораживает вчерашним днем где-то примерно градусов 6 7 против вчерашнего нуля прям чувствуется даже вот сходил одет перчатки без дырок чтобы так сильно не мерзли вот друзья на один пролет мне не хватило все остальное получилось как мне кажется достаточно красиво конечно солнечный декабрьский день не просто испытать и посмотреть как светит огонечки но нам важен сам факт что они светят я сейчас из обрезка шнура сделал таком микро удлинитель потому что как вы сами видите здесь опа не дотягивается а у нас прям тетелька в тетельку ура ребята заработала еще один важный момент ребята который я должен сегодня сделать во время моего подготовка дома к зиме я немножко ошибся ошибся ну скажем так тактически потому что тот датчик который меня подключается котлу термодатчик за счет которого я дистанционно могу из своей городской квартиры увеличивать температуру уменьшать и так далее он находится вот здесь вот в этой комнате в котельной котельная она же кладовка но я не учел одного момента это получилось самая теплая комната во всем доме допустим хочу приехать в субботу утром в пятницу вечером я вывожу дом из режима когда никого нет из плюс 12 градусов устанавливаю на термостате 25 приезжаю у меня действительно в этой комнате 25 но есть один нюанс во всех остальных комнатах то 19 то 20 то 21 то 22 ну короче все зависит от температуры окружающей среды я понял что я никак не могу на это влиять потому что чем чаще там включается котел тем соответственно температура в этой комнате выше плюс там еще стоит двухкомпрессорный холодильник который тоже отдает какое-то количество тепла что я изначально не учел и не подумал об этом поэтому сегодня я перенесу этот датчик вот сюда это ну скажем так одно из самых прохладных помещений в доме потому что здесь нет батарей центрального отопления вот предыдущей комнате в холле тоже нет батарей таких и как мне кажется если я вот здесь для этой комнаты буду выставлять температуру ну например скажем 20 градусов во всех остальных комнатах будет 21 22 как говорится не попробуешь не узнаешь тонкая китайская электроника ребята российские не очень прямые руки не всегда друг с другом совпадают надеюсь что в моем случае а что-то там просверлил как мне кажется получилось очень даже аккуратненько ну что ребята включилась ура что-то происходит 22 и 2 но вот друзья все заработало слава богу был у меня ребята термодатчик вот в этом месте и постоянно я мучился от того чтобы очень сложно подстроить температуру в одну сторону в другую сторону теплее холоднее сделать теперь я его перенес прихожую это самое холодное помещение во всем доме но и пусть теперь этот прибор так и функционирует на этой неделе я решил не переключать его в режим когда никого нет дома по той причине что ожидаются морозы почти до 30 градусов а потом уже новогодние недели поэтому пусть меня дом ждет тепленьким в общем-то я вас познакомил со всеми моими предновогодними подготовками предновогодними хлопотами и подготовками дома к большим морозом вместе с вами ликвидировал чп виде замерзшей канализации мне осталось убрать только последствия этого ремонта замести мусор отнести инструменты в гараж и отправляться домой поэтому пока друзья увидимся в следующем видео спасибо Продолжение следует...